здравствуйте дорогие друзья и добро пожаловать на мой канал цветовод сегодня погуляем по моему цветочному подоконнику в частности посмотрим орхидеи немного поговорим о них и я расскажу вам как добиться цветения ваших орхидей в осенне-зимний период начну я пожалуй свой рассказ с орхидей парфюмерных фабрик парфюмерные фабрики это ряд ароматных орхидей их есть несколько сортов и они обладают вот такими необычными листьями вот такая вариагатность присутствуют по листу вот такие крапушки они бывают более ярко выражены проявлены есть сорта с менее ярко выраженными крапинками но вот это вот сорт диффьюжен и как видите на кончике цветоноса у этой орхидейки диффьюжен растет детка у детки уже вот такой хорошенький корешочек ничего не трогаю пусть себе растет единственное если корень будет очень долго расти в сторону я просто надену такой пластиковый стакан сверху просто зафиксирую его на цветоносе чтобы корень принимал как бы форму горшочка чтобы он не лез сильно в сторону потому что потом я не смогу высадить эту детку в отдельную жизнь детку с орхидеи я снимаю обычно когда у нее своих 45 корешков длиной 45 сантиметра тогда детка нормально приживается сразу вам хочу показать вот детка орхидеи которые мы на одном из видеороликов вместе с вами снимали вот у нее уже такие корешочки вот с этой стороны лезут тоже корешочки вот тут было много корешков но тут по моему даже 56 было корешков у этой детки мы ее сняли немножечко подсушили место снятия и высадили в кору я для посадки использую кору архиата это кора сосны лучистой новозеландская кора которая не требует никаких обработок перед посадкой полностью готова к использованию ну вот деточка подрастает корешки в активном росте раскукленные ей все нравится поэтому ставим на хорошо освещенное место обязательно детку и будет все в порядке так отвлеклась немножко от орхидеечки диффьюжн давайте тоже посмотрим как у нее развиваются корни ну все прекрасно тоже вижу растущие молодые корни и и мы также вместе с вами пересаживали на моем youtube канале она росла в керамзите и мне не нравилось я не понимала как мне ее поливать в керамзите вот например кора если влажная она вот такая вот темноватая мне хорошо понятно что кора еще влажная орхидея не нуждается в поливе а в керамзите я не понимала то ли он просох то ли он мокрый я не знала как отрегулировать полив поэтому все же тоже по старинке пересадила в кору и уже вот такие молодые растущие корни я вижу парфюмерная фабрика у меня не одна вот еще есть парфюмерная фабрика сорта adorian она цветет нежными розовыми цветочками очень ароматная у нее вот и воздушные корни гигантские мне кстати часто спрашивают воздушные корни можно ли их засовывать субстрат да друзья это мы так в простонародье называем эти корни воздушными орхидеи любые корни это все обычные совершенно корни которые при пересадке можно направить субстрат и производить полив обычным методом выращивать эти корешочки субстрате и вот тут я хочу вам показать как начал пробиваться цветоносик и друзья такой экземплярчик у меня не один на котором начали проклевываться цветоносики вот орхидейка сорта дарвин у нее тоже в пазухе листа проклюнулся цветоносик кстати сразу скажу о том как растут цветоносы у орхидей цветоносы орхидей часто их новички путают с корнями они растут строго из серединки пазухи листа ну вот видите практически в центре пазухи листа они никогда не растут вот ну на внешних сторонах шеи вот тут допустим и вот тут цветоносы не вырастают их почки закладываются в пазухе листа и они имеют более острый кончик нежели у корешочка у корешка более такой округлый кончик вот не путайте единственный нюанс цветоносик может вылезти где-то в другом месте шеи если он запутается под листом и не сможет пробиться но тогда вы увидите набухшую часть у шейки орхидеи тут кстати тоже потрясающая образцовая орхидея вот такие корни у дарвина вот это вот белесость на коре это смола проступающая у коры архиаты так что не пугайтесь если выращиваете в коре архиате и увидели вот такую белесость это не плесень это смола ну тут все шикарно и что я вам хотела друзья сказать про закладку цветоносов классной стимуляцией закладки цветоносов является перепад температур я этот опыт переняла у азиатских садовников я посмотрела видео о том как азиатские садовники выращивают орхидеи и вот они для закладки цветоносов у орхидей снижают температуру в теплице идеальный вариант если вы недельки на три а то и на четыре вынесете свою орхидею куда-то в прохладное место либо вот поставите на прохладный подоконник не не на стеллажик где-то под подосветку где более теплое место для вашей орхидеи а вот именно на прохладный подоконник но я вам скажу у меня сейчас перепад температур возник естественным образом именно это и простимулировала вот появление цветоносов у моих орхидеек сейчас у нас еще нет отопления и в квартире достаточно холодно но это у меня еще на солнышке нагрелся термометр показывает 19 градусов на самом деле у меня сейчас 17 градусов в квартире вот именно вот такой перепад температур я делаю ставку что именно он дал толчок вот это вот этим орхидеям для появления цветоносов то есть ну до 15 градусов если вы например вы носите куда-то свои орхидейки на балкон чтобы простимулировать цветение смотрите если там температура ниже 15 градусов но это уже критично для орхидей вы их можете просто поморозить но если у вас не падает температура ниже 15 градусов то в принципе это абсолютно допустимо и это будет очень классной стимуляцией цветение ваших орхидей рабочая метода проверено на моих орхидей как вот тут рядышком стоит орхидея микки golden sand сейчас вам ее покажу вот такая красивая посмотрите какая тоже корневая в активном росте я обожаю рассматривать вот такие растущие корневые орхидей это пилорик это пилоричная форма бабочки орхидеи тоже ароматный сорт орхидеи друзья вот тут это не вредитель это я когда листочек было таким вот малюсеньким царапнула его ноготком проткнула и он вырос вот таким вот как будто бы погрызанным кем-то но на самом деле нет тоже образцовая глянцевая зеленая масса очень красиво все можно сносить свои орхидейки в душ не бойтесь тоже поливать свои орхидеи из душа главное сразу после полива из душа не ставьте на холодный подоконник потому что может загнить шея где-нибудь в пазухах останется влага и там загниет шея потому что холод плюс вода риск загнивания и желательно если там через пару часов не просохла . роста убрать воду из точки роста тоже чтобы она не загнила но так если вы полете то я вам скажу в комнатных условиях через два-три часа орхидея становится абсолютно сухой и даже не надо ничего промакивать никакие пазухи никакую точку роста так есть у меня также реанимашка вот такая которая была недавно посажена посмотрите как у нее прорастают корешки кстати вот этот белый пушок тоже часто путают с плесенью нет это строение корня орхидеи такое это все нормальные процессы роста орхидеи так повертим повертим а и вот тут уже тоже проклевывается корешочек тоже все неплохо вот такими пятнами она пошла вот когда у нее портилась корневая система вот это тоже сигнал вам друзья если какие-то проявления на листьях проверяйте корни у своей орхидеи скорее всего там что-то не в ладу с корнями очень редко когда это что-то грибковое или что-то бактериальное в основном листьями орхидеи сигнализирует о проблеме с корневой системой ну вот это орхидея которую я идет цветение постоянно снимаю в шоц такая крапчатая сиреневая название сорта у нее нет она ну я не встречала вообще где-то у кого-то подобное чтобы кто-то ее как-то называл вот такая старушечка я ее покупала реанимашкой и сейчас она у меня нарастила вот такие классные корни она сейчас полита как вы видите корневая мокрая ну корни мощные классные жду от нее цветоносика а вот там что-то что-то такое пробивается но пока еще не понятно то ли цветонос корень куда-то скорее всего что этот цветоносик тоже я думаю что вот этот перепад температур сыграл большую роль я думаю что именно это простимулировала мои орхидейки вот друзья вам показываю экземплярчики что вот именно так должно выглядеть здоровое растение орхидеи сейчас еще одну вы ему покажу вам если она у вас выглядит иначе значит что-то нехорошо значит надо искать какие проблемы ошибки вы допускаете в уходе кстати обилие воздушных корней если у вас очень много воздушных корней посмотрите что происходит в субстрате возможно ваши орхидеи не нравится в субстрате возможно вы там переувлажняете ее в субстрате поэтому она растит корни на открытом воздухе не хочет растить их в субстрате но тут хорошие раскукленные корни в субстрате просто это старая посадка и тут уже немного выросла зелень на горшочке друзья поливаю свои орхидейки всегда с полной просушкой субстрата только после полной просушки я произвожу полив и это вот такой метод полива погружением в кашпо это метод наиболее безопасный для выращивания орхидей ну приблизительно раз в неделю я ставлю полностью горшочек в кашпо и замачиваю на пару часиков там орхидею в полив я могу добавить какие-то стимуляторы роста удобрения но главное между поливами хорошо давать просохнуть корневой орхидеи иначе гниль корней не заставит себя ждать поэтому обязательно друзья делайте полив с просушкой вот этот метод мокрые пяточки чтобы корневая орхидея нижняя часть постоянно находилась в воде я вам скажу что это будет недолговременный вариант полива потому что корневая скорее всего загниет в нижней части так как постоянно будет находиться в воде вот такая еще реанимашка бабочки это как же сакура называется эта бабочка тоже про прорастают потихоньку корешочки было совсем мало корней поэтому я ее не стала много субстрата и сыпать вот до половины наполнила корой горшочек и поливаю замачиванием тоже с просушкой и как видите нормально наращивает корни конечно вот нижние листики они скорее всего пожелтеют отойдут потому что она забирает из них питательные вещества чтобы нарастить корни ну а молодые растут зелененькие красивые вот из центра пробивается молодой листочек агро перлит попадал у меня на эту орхидею вот эта белая крошечка это кусочки агро перлита и пройдемся еще друзья я вам покажу реанимашек из последнего видео на моем канале как они себя чувствуют я вам скажу что перепад температур сыграла роль вот и для этой реанимашки у нее был просто кусочек цветоносика а сейчас она пробудила спящую почку на этом кусочке цветоносика пока я не вижу корней там в активном росте у нее были не слишком хорошие корни поэтому я подобрала горшочек вот такой маленький 9 диаметра но она хочет цвести можно было удалить этот цветоносик чтобы орхидей к заложила ресурс больше для роста корней они на цветение отдавала все силы но мне хочется просто увидеть каким цветом будет цвести это орхидея поэтому я позволяю ей процвести конечно если у вас ослабленное растение я рекомендую цветонос удалить и все-таки заниматься наращиванием корневой системы они цветением вот эта орхидея к которой я случайно сломила цветоносик во время посадки чувствовать себя великолепно там корневая шикарная в горшке вот они сейчас тоже все политые напитые орхидейки и вот эти орхидейки у которых были малюсенькие цветоносики они уже вырастили вот такие громадные цветоносы это орхидейка у которой был вот сильно обожжен лист солнышком уже вот такой вот у нее красивый цветоносик и вот это тоже у нее были там поломаны листья один лист мы сами с вами укорачивали потому что он был вот сильно обожжен вот этот лист и она уже вырастила вот такой цветоносный тут тоже очень мощная корневая система поэтому тут проблемы нет и также тут стоят вот эти реанимашечки у которых корни пока не в росте и корни такого ну не очень себе качество я вам скажу но я их высадила в кору поливаю с прошу сушкой и думаю что все будет в порядке буду вам еще показывать их состояние но что я заметила что тургор листиков которые были в вяловатые он значительно улучшился уплотнился и вот эта орхидейка тут корешки немного получше но тут неплохие листья и листья столбиком тоже в общем-то все с ней в порядке поэтому продолжаем уход для закладки пышного и яркого цветения также можно использовать монофосфат калия вот как раз в этот период когда нужно заложить пышное и яркое цветение вот когда орхидейки растят цветоносы или только вы хотите их простимулировать к росту используйте монофосфат калия для подкормки доза один полтора грамма на литр воды и поливаем замачивание я обычно рекомендую такую схему полива три полива подряд с этим препаратом потом два полива чистой водой и потом снова три полива подряд с этим препаратом и обычно это дает хорошие результаты если же нет результата нет цветоноса еще важный момент тоже это хорошее освещение без яркого освещения орхидейка цвести не будет хоть вы ее заудобряйтесь не будет яркого источника света в зимний период орхидеям нужно досветка потому что орхидея нужно нуждаются в очень большом количестве света у меня вот на стеллаже горит подсветка целый день потому что там вот в частности стоят орхидеи 12 14 часов светового дня необходимо орхидейкам в сутки и тогда дождетесь от них пышного и яркого цветения благодарю друзья за просмотр до новых встреч на моем канале